Продолжение следует... 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 21 стих. Моё Павлова приветствие собственноручно. Сделал собственноручное приветствие, дабы показать, что он придает посланию большое значение. 22 стих. Моё Павлова. 23 стих. Моё Павлова. 23 стих. Моё Павлова. «Долг учителя не только убеждать, но и молиться, и таким образом вдвойне утверждать учением и низведением помощи свыше посредством своих молитв». 24 стих. «И любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь». Поскольку удален был от них по месту, то как бы обнимает их руками любви, говоря «любовь моя с вами», то есть «я присутствую со всеми вами». «Ибо я не без вас, хотя и в другом месте». Этим же показывает, что хотя написано и проявляет горечь, но оно написано не от гнева, не от ярости, а от любви и заботливости. А дабы не подумали, что говорит это из лести к ним прибавляет во Христе и Иисусе, то есть «любовь моя не имеет ничего человеческого или плотского, но духовно и во Христе». Будем же и мы молиться, дабы, любя друг друга во Христе, не носить нам в себе ничего от мирской любви, которая враждебна Богу. Ибо таким образом удостоимся и вожделенной обители Божьих во Христе Иисусе, Господе нашим, возлюбившим нас, которому слава во веки веков. Аминь. Аминь. Спасибо, Христа, брат. О наших делах насущных. Прежде всего хочу сказать, что сегодня подходили ко кресту, как попало. Благочестия никакого не видно было. Никто никого не ждал, сам по себе. Ну, говорили о том, что батюшка мешает, а оказывается, батюшка и не мешает. Просто нужно еще раз здесь же поклониться у креста и Евангелия. Только параллельно, вместе, вдвоем. И по одному подходить к батюшке. Четочку в эту сторонку. И уже говорили, что когда ко кресту подходить, то нужно все, чтобы шли через эту комнату, рядом которая. И те, которые сидят в той комнате, слева которой левая комната, из левой комнаты все выходят сюда. По двое. Единственное, что с клироса, может мы, вот, братья, можем подойти в первую очередь, потому что нужно будет вернуться там, какие-то дела сделать еще на клиросе. Ну, по юбкам, в общем, было нормально. Одно замечание сделала, то неправильное. Так что извиняйте. Потом увидел, что все там окей. А болящих, Татьяна Кузьминична, информация прежняя? Все не забыла. Вот, простите, меня Христа ради Лена Политыкина звонила. Я чуть-чуть не упустила. Вот она сама прибавляла. Ну, вот так. Болящие, значит, трудно молиться. Раиса Николаевна, там, я не поняла. Так ее упоминали, и она, ну, сильно разболелась. Она прямо, даже вот сколько, какой-то прямо. Уныние. Вот это вот самое, молитесь, чтобы Господь избавил ее от уныния. Чтобы робота и уныния отчаяния не было. Отчаяние от кого? От сатаны. Ну, так что не допустил, чтобы Господь этого отчаяния. Потому что лежит человек 15 лет, уже парализованный ни руками, ни ногами практически, работает по 14 часов в сутки. Работает одной кистью, едва шевелящейся. Помните о нем всегда, молитесь, чтобы Господь его тоже сохранил. Потому что всякие искушения, я когда был у него, искушения, слышал, какие искушения к нему приходят. И на дочке. Сергей, Сергей, в Воронеже, который. Да, помните о нем. Да, вот сестра явилась на двух лексусах пока. Я говорю, как я кончаюсь с лексусами дружей. Дальше, сестры, как я вас благодарю. Вот только на ваших молитвах все меня вынес Господь. Благодарю вас. До всей земли кланяюсь. Спасибо. И который с левой стороны от вас тоже какой-то принял участие. Ну, конечно. Сиди, все, все, поняли. Виктор Андреевич знает, как мне было тяжко. Он меня таскал прям волоком по всем кабинетам. Спасибо, Христос. Слава Христосу. Аллилуйя. Да, да, помните. Дорогие братья и сестры, я тоже всех благодарю. Молюсь за вас. Я знаю, что вашими молитвами уже который раз я вылажу. Все слава Богу. Все хорошо. Аллилуйя. Аллилуйя. Хорошая молитва. Я тоже хочу сказать, поблагодарить всех. Я так довольна. Мне намного легче и лучше. Благодаря вашим святым молитвам я это очень ощущаю. Ну, раз бывало, что лекарства никакие не помогали. Сильно такие, бодрящие. Но я чувствовала эти молитвы. А кто по многому за неделю кто-то занимался? Прям прекрасно выстояла. Ну, Виктор Андреевич мне как маленького ребенка везде водил. Он как ангелочек вообще. На руки не брал. Ей предстоит еще тяжелое лечение, терапия, химиотерапия. Поэтому молите, чтобы Господь помог ей. Ой, ты поможешь. Ну, благодаря Господу мы теперь знаем, что заболевание несколько другое, которое иначе выставили вонкой из панцерии. Поэтому оно из всех этих заболеваний, злокачественных заболеваний крови, оно наиболее такое благоприятное к лечению. Будем надеяться на благоприятный исход. При поддерживающей терапии доживают до причины смерти другой, не от этого заболевания. Все по молитвам. Все изменилось, все по молитвам. Так что в понедельник она будет на дневном стационаре получать это лечение. Я хочу еще сказать обязательно, вот еще напоминаю, чтобы за Виктора Андреевича молились очень сильно. Потому что вот Люба приехала у нас из Потеряевки тоже с ногой. Вот, а к кому? Маше позвонили, снимок ей надо там сделать. Да что-то так. Вот Виктор Андреевич только у нас. Сразу отзывается и тут же прямо принял меры. И ее хуйня, а у нее плохо состоится. Хватит, олечит. А мы ей за нее так же. Спасибо, Господи. Я хочу вас просить, прежде всего, молитесь о том, чтобы я не совершал ошибок в своей работе. Работа очень ответственная, и ошибка моя может вылезти большим боком, которым вы уже знаете, что оно такое вот. Было уже. Было уже. Так что прости меня, Господи. И прошу вас всегда помнить о мне, чтобы я не допускал этих ошибок. Еще прошу помолиться о сыне Никите. Уехал он. Я его проводил на работу. Работа вахтовая. Вахтовым методом на 45 суток. В Амурскую область. Там строительство космодрома идет. Вот он будет участвовать. Ну, где-то там рядом. Кстати, Циолковский, зато Углегорск, Амурская область. Погода там такая холодная, днем плюс 10, сыро, Амур. Рядом там, ближе уже и к Тихому океану. Так что вот там, конечно, погода такая. Он все в двух куртках, в шапке и, говорит, не жарко. Ну, и чтобы Господь дал ему людей, которые помогли бы ему в освоении этой специальности. Чтобы они расположились к нему. Чтобы это было нормально. Чтобы... Случились сердца. Да. Без выходных на 45 суток. А по своей специальности что он учился здесь? Это по своей специальности. Это по своей специальности. Строительство. Что там будет делать? Он будет работать на линии мастером. Там ему предлагали отдел технического обеспечения. Но он пока решил, что нужно просто конкретно на месте, где рабочие работают. Чтобы он видел всю, так сказать, от начала, как называется. Освоение. Освоение, короче. Всю технологическую линию. Правильно. Весь технологический процесс. Чтобы он знал, что под руками-то водить это проще. Прежде чем руками водить, нужно еще освоить все. Но вот так после 45 дней... Он приедет на 2 недели, здесь будет работать, а потом опять на 45 дней. Так вот. То есть 45 на 14. Да, получается так. Так что, ну вот так вот, пока он... Я просил, когда он поехал, первый раз на самолете летел. И, конечно, волновались мы все. Вот, поэтому... Теперь он как не путешествующий, но как вот, прошу молиться, чтобы Господь его там устроил как нужно, чтобы были наставники добрые в этом деле. И чтобы он о Боге помнил, прежде всего, конечно, наставляя его, чтобы он помнил всегда и молился, чтобы Господь все устроил по его святой воле. Спасибо, Господи. И нафа у нас где? Я за тебя. Да, ну расскажи, как у тебя дела. Мы молимся о тебе. Ну, больше неплохой. У нас 26 учеников. Один мальчик на бюджете... Ой, на платном учится. Ну, я получил недавно банковскую карту, вот на следующий, где-то в конце стипендия, тогда получил стипендию. Грунка, говори. Стипендию будут давать ей? Да. Итак, кем тебя искали там в группе? Я зам старосты. Ну, вот уже староста, уже начальник. Нет, только зам. А, зам старосты. Ну, 800 рублей социальная стипендия, как я многодетная, я справку уже дала. И 500 копейками государственная. Ее получает каждый, кроме платников. А в конце семестра оценивается будет, если ты получил пятерки, тебе будет добавка 150-15%. Если четверки, ну, больше пятерок, а есть четверки, то 100%. 100% от государственной или от социальной? От государственной. А если тройки, ну, 50... Ой, только если четверки, но есть немножко пятерок, то 50%. А если тройки не получаешь государственную, а социальную получаешь. Так что движись на пятерки. На повышенную стипендию. Так что, слава Богу, аллилуйя. Еще, да? Все закончили. Жмена Николаевна. Славь тебе Бога в стихотворной форме. Голос Христа зовет. Есть еще день спасения. Сбросив греховный гнет, сквони перед ним колени. Поверь, он тебя поймет. Он все твои беды знает. К Иисусу спеши, пока он взывает. Слава тебе, Господи, слава тебе, аллилуйя. Аллилуйя. Кто написал? Любовь Николаевна. Любовь Николаевна. А почему? Это уже было, но автора я и пока не знаю. Это было уже написано, но автора не знаю. Слава Христа. Озвучила Любовь Николаевна. Еще, братья, смотрите график дежурства. На двери. Как в понедельник, на праздник наш, когда, в понедельник, кто, гребать будет. Ну, есть там, да. Ну, я буду потом убирать. В смысле, открыть нужно? Ну, Михаил Петрович, пришли вопрос. Какой? А? Я ночую сегодня здесь, когда вы там порочуете. Ага. Вот, батюшка еще, значит, сегодня дежурит. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Кому-то повезло. Так. Ну что, Михаил Петрович, по поводу понедельника. Следующего понедельника, не этого. Через неделю. Татьяна Анатольевич, какая просьба, так Михаил Петрович? Он не понял. Пораньше прийти, чтобы запустить. Мы договоримся, что на работу. Еще у кого какие просьбы, пожелания, благодарения? Да, Людмила. А мне кажется, нужно много лета пропеть. У Львови Петровны вчера был день рождения. Не кажется. Это не кажется, а однозначно. Сколько вам? Многое лето, многое лето. Многое лето. Многое лето, многое лето, многое лето. Многое лето, многое лето, здравие души и тела, и вечной блаженной жизни. Галина Васильевна, как себя чувствуете? Галина Васильевна, нормально, духовно как? Крепко? Духовно, крепимся? Спасибо. По вашим молитвам... Не спасибо, а спаси Христос, христиане говорят. Сейчас закончим. По вашим молитвам забыла. Знаете, что помолитесь еще за Лидию Павловну Тарасову. Она в очень плохом состоянии. Она лежит в основном, еле так двигается. В общем-то, врач, да, и муж помогает ей, есть кому помочь. Но сильно плохо себя чувствует. Быстро расстрелась. И Галина Ивановна. Она такая еще жала. Она такая болезнь. Она такая болезнь. Или какая-то там болезнь. Ну, помоги, Господи. Главное, чтобы в болезнях наших не поступало ни ропот, ни уныние, ни отчаяние. Чтобы благодарение Богу, как вот Сергей лежит и благодарит Бога. И говорит, если бы не было такой болезни, я бы где бы был? Я вот стою на клиросе и думаю, вот у меня ухо одно, вот это левое ухо, видите, вот шрам здесь есть. Да, я уже неоднократно говорил, шрам. Мне было лет, наверное, года три, может быть, было. Играл там рядом в пыли, ковырялся с дорогой. Через ухо мне, через голову проехал на велосипеде здоровый парень. Ну, меня там схватили сразу в больницу. Ну, все, ну, там вроде как, все там вроде целое было. Ну, кровь там была, текла, но откуда она текла там? Одним словом, у меня как будто постоянно вот там беруши, вот есть такие беруши, которые оставляют, чтобы не слышать снаружи, да, звуки. Вот оно как будто у меня там постоянно заткнуто. И бывает такой вот момент, откроется, и я слышу двумя ушами. Такая радость. Но это бывает редко. Так что уж на меня без сотни, стоящие на клиросе, что я где-нибудь не туда везу. Потому что на 50%. Я благодарю Бога. Благодарю Бога, потому что если бы у меня был слух такой, вот как я, как было бы изначально, Господа мне дано, то, наверное, я бы не стал бы христианином, потому что я там пытался поступать в музыкальную школу, но, может быть, по этой причине не написал ни одного диктанта на положительную оценку. И вовремя понял, что с родителей тянуть деньги не нужно, а уйти из музыкальной школы. Но проучился года два, наверное, проучился. Играл что-то там на баяне, картошку играл, там еще что-то там, по дому гуляет. Но одним словом, я благодарю Бога за то, что имею. Потому что иначе было бы совсем по-другому. Поэтому сейчас я уже осознаю и благодарю всегда Господа за то, что имею. За то, что 50% от слуха, а не 100%. Благодарим, что мы вас имеем в нашу... Слава Христу, Аллилуйя! Так, значит, программа прежняя. Брат Игорь Владимирович, вот он. Проведешь занятие? Не уверен. Как не уверен? У нас Сергей есть? Сергей. А Сергей уехал. Игорь уехал. Да. Значит, брат, для тебя. Сестра Юля, пройдет или нет? Пройдет? Да. Да. С вашим случаем? Ну, а на час мы останемся. Так, час проведет брат занятие. Значит, час трапеза, песнопение, трапеза и занятие. А с тобой песнопение? Благодарим Бога. Благодарим. Достойнаяся хала истину, Блажей Тетя Богородицу, Рыжь на блаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честничую хирургин, И славнейшую без сравнения с Серафим, Без искрения Бога Слова Росшую, Сущую Богородицу Тя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашественных племенников, От внутренних распредь, От беззакония, которые втайне, Останови делающих зло. Просвети, правители страны нашей, Чтобы принимали мудрые законы, И всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, Обрати к истине, Чтобы божественной любовь Тебе коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, Пусть покажутся в небежении Своем И проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией За то, что оставили Тебя и Слово Твое, Изреченное Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка Жизни, Что сокрыли имя Твое Бога Иегова. Дух Святой, да наставит нас Не признавать никаких иных богов, Клопия, Ава, Отче. Господи, Научи нас семикратно в день Прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, чести, поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.